В МРИЛ успешно реализуется поручение президента страны Владимира Путина по финансовой поддержке населения и предприятий экономики в период распространения коронавирусной инфекции. Например, предпринимателям, у которых есть кредиты в банках, но сейчас нет возможности вносить платежи, можно получить отсрочку на ближайшие полгода. Также региональные отделения банков продолжают выдавать кредиты под 0% на зарплату по госпрограмме для представителей наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Все подробности в интервью, которые корреспондент у нашего телеканала дал управляющий отделением Сбербанка в МРИЛ Арсений Колобов. Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни, в том числе затронула она и финансовую сторону, причем как физических, так и юридических лиц. Чтобы поддержать своих клиентов, банки запустили определенные программы. О них мы поговорим сегодня с руководителем регионального отделения Сбербанка в МРИЛ и Арсением Колобовым. Арсений Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. О мерах поддержки во время пандемии коронавируса тем предпринимателям, у которых есть кредиты в банках, говорил еще президент Владимир Путин. В частности, речь шла об отсрочке по кредитам на ближайшие полгода. Насколько активно обращаются к вам предприниматели и как часто они получают положительный ответ? Да, все верно. Банки активно участвуют в реализации поручений президента и правительства. Мы принимаем заявки на реструктуризацию по действующим кредитам от предприятий. Причем очень активно. Реструктуризация предоставляется как минимум на полгода. На данный момент мы уже более чем 200 предприятиям на сумму более 200 миллионов рублей такие реструктуризации предоставили. Это, конечно, касается прежде всего малого и микробизнеса. А как он должен, предприниматель, как должен доказать, какими справками, документами, что он пострадал от пандемии? Пандемия – это обстоятельство неопредалимой силы, поэтому мы этот процесс доказывания максимально упростили. Собственно говоря, в большинстве случаев ничего доказывать и не надо. Достаточно в системе Сбербанк Бизнес Онлайн зайти во вкладку и нажать кнопку реструктуризации, которая там появилась. Значит, реструктуризация там в большинстве случаев автоматически рассчитывается. Если же вдруг что-то не получается, то можно обратиться в подразделение банка и там объяснят быстро, как можно эту заявку подать. Так не получится, что предприниматель получит отсрочку и тем самым испортит все кредитную историю? Наоборот, скажу вам, что, наверное, будет абсолютно разумно считываться банком, что предприниматель, заботясь о своем бизнесе в период пандемии, попросил отсрочку. Ну и, как вы видите, сумма 200 миллионов реструктуризации, которую я назвал, значит, это уже большая очень сумма. При общем портфеле малому микробизнесу, миллиард 200 рублей в Сбербанке, мы уже предоставили более чем на 200 миллионов реструктуризации, то это уже практически 20% портфеля. То есть, наоборот, это разумный шаг. Ну вот так же Владимир Путин неоднократно говорил о том, что у каждого работающего должна сохраниться заработная плата. Ну как это сделать, как обеспечить работникам заработную плату, если предприниматель сам пострадал? Вот есть ли какие-то у вас продукты, которые могут стать полезными в этом случае юридическим лицам? Да, наверное, это важнейший социальный вопрос. И эту программу господдержки мы также активно реализуем. На данный момент мы выдали кредитов на зарплату под 0%, уже более 70 миллионов рублей, более чем 100 предприятий малого и микробизнеса. И вы знаете, эти программы продолжают поступать с правительства. И сейчас вводится в действие новая программа под зарплату под 2%, более такая усовершенствованная, которая также будет предприятиям предоставляться. Поэтому этот вид кредитования набирает обороты, надо обязательно в банк обращаться. Понятно, что пострадали не только ИП, но и крупные предприятия. Вот снижены ли процентные ставки по кредитам для каких-то системообразующих предприятий? Перечень системообразующих предприятий утверждается правительством. В настоящий момент нам известно, что перечень таких предприятий нашей республики отправлен в Министерство экономического развития Российской Федерации, находится на утверждении. Мы, конечно, предлагаем им кредиты с господдержкой и рассматриваем их обращения по снижению ставки. Эта работа активно ведется. Вперед пандемии понятно, что следует беречь себя. Обязательно ли приходить предпринимателям к вам в офис, или можно все сделать онлайн? Вот это ключевой вопрос. Спасибо за то, что его задали. Хочу подчеркнуть, что вовсе не обязательно обращаться в офис банка, а нужно очень активно изучать наш продукт «Сбербанк Бизнес Онлайн». Повторюсь, там есть кнопка «Реструктуризация», да, и надо просто ее нажать и заполнить там буквально несколько полей. И, возможно, вы эту реструктуризацию получите прямо, не выходя из вашего офиса, и в банк даже обращаться не нужно будет. Надо пробовать активно. И все этим сейчас, в общем-то, занимаются. Мы доработали нашу систему, и в большинстве случаев эти реструктуризации одобряются автоматически, по заранее установленным алгоритмам. Спасибо, Арсений Георгиевич, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо.